С трех лет я уже была самостоятельной. Вот первое мое образование, это было музыкальное училище. А вы не поете, когда играете? Нет. А муж не подпевает? Он уходит. Родители решили, что надо быть вместе. А, родители решили? В общем, они решили, они нас познакомили. Он каждый день с утра мною восхищается. Вы, кстати, готовите кушать дома? Вот по поводу питания я бы не заостряла внимания. У меня в гараже я сделала каждые отвертки, и плоскогубцы имеют свой хвост. Сегодня у нас в гостях Светлана Фомина. Здравствуйте, Светлана. Давайте начнем с самого главного. Расскажите немножечко. Вы кроматорчанка? Да, я родилась в Кроматорске. Проживаю в старой части города. Моя мама, как известно, общественные деятели, человек с инвалидностью. Мама инвалид детства. Папа родился в Кемерово. Мама родилась на Урале. Бабушка с Одессы, дедушка с Винницы. То есть у нас такая смешанная кровь. Мама передвигалась на протезах, и мне необходимо было всегда быть рядом. Такой момент, когда она там снимала протез, мне необходимо было подносить ей, что-то убирать, стирать. То есть с трех лет я уже была самостоятельной. Вот звучит вроде как и неправдоподобно. Но тем не менее я уже была самостоятельным ребенком. Мама рассказывала, когда я ходила в детский сад, он был рядом с нашим домом, она не шла со мной, потому что была далеко. Она смотрела, пока я дойду до детского сада. И я постоянно проверяла, поворачивалась назад, смотрит ли она, как я иду. Падала, возвращалась назад. Мама целовала мне коленку, я снова шла. И мама всегда говорит, мне легче было тебя довести до детского сада, чтобы ты постоянно не проверяла, слежу, наблюдали за тобой. К сожалению, никогда она не была на выпускном детском саду. Она не ходила на мои утренники, потому что залы были расположены на втором этаже. Это тоже такой момент, не совсем приятный, наверное, в детстве, когда родители не видят твоих успехов. Все это, конечно, накладывает определенный отпечаток. И поэтому связан такой мой род деятельности с людьми с инвалидностью, и профессиональной реабилитацией, и комплексной реабилитацией. Все это потому, что я родилась в такой семье. Училась я в шестой школе. Я не была отличницей, я была очень активная. И благодаря тому, что занималась спортом в школе, я, в общем-то, была таким лидером активности. Ну а скажите, после школы, куда вы поступили? Мои родители видели меня учителем музыки. То есть это вот их была мечта, чтобы я сидела в уютном, теплом музыкальном зале в детском саду, занималась с детьми, разучивала песни, готовила их к утренникам. Тогда это было престижно, это была хорошая зарплата, и всегда ты был сыт, накормленный. Ну это же надо быть инструментом каким-то владеть. Да, меня отдали на фортепиано, и первое мое образование, это было музыкальное училище. Работать по профессии, конечно, не захотела, потому что я достаточно активный человек, усидчивость, это не совсем мое. Поэтому я поступила в университет управления, и после этого возглавила центр реабилитации. И уже 10 лет работаю. Расскажите, женихи, первая любовь, было ли такое? Первая любовь была, все-таки был мой муж, потому что у меня вот есть такая фотография. Это что? Вот мой муж, а это я. А на сколько он у вас старше? На 2 года он у меня старше, наши родители дружили. То есть вы с пеленок вместе? Мы с пеленок вместе, это моя первая, единственная любовь. Да, и... Вас познакомили, так понимаю, родители, где-то на празднике, да, на каком-то? Наши родители не виделись 15 лет, потом они встретились и решили нас познакомить. И как это было? Вы боитесь? И родители решили, что надо быть вместе. А, родители решили. В общем, они решили, они нас познакомили, и мы, так сказать... Вы не сопротивлялись, да? То есть что-то все-таки ёкнуло, как-то говорят, дзынь, да, произошел у вас? Ну, конечно. Вы 30 лет уже вместе. Вот какой же этот секрет совместного бытия, да? Ну, наверное, основное, это слышать друг друга нужно. И взаимоуважение, пусть это такие банальные фразы, но это очень важно в семейной жизни. Знаете, ведь не все так гладко было, вот как сейчас мы сидим и рассказывают, да? Всякое было. Мы и ссорились, мы и умерились, но самое главное, наверное, чтобы были чувства, чтобы была любовь и... Ну, за 30 лет было такое, что хочу развестись, все, достал? Конечно, было. И не раз? Нет, был однажды такой момент, но максимум мы два дня пожили порозней, через два дня мы поняли, что мы жить друг без друга сможем. А кто понял? Кто ведет на уступки? Ну, конечно, он. Знаете, я каждое утро просыпаюсь, он мне каждое утро, не знаю, на камеру это нужно говорить, не нужно. Он каждый день с утра мной восхищается. Если бы не ты, не было бы меня. Вот вы, когда вы это слышите каждый день, вы будете счастливым человеком? Конечно, вы будете. То есть он меня поддерживает во всем. Расскажите, у вас есть детки? У нас есть дочь Ангелина, 27 лет ей. У Ангелина прекрасный муж, Артем. Я его всегда называю золотой зять. Он любящий, он внимательный к Ангелине, он похож на моего мужа. Он даже букеты дарит на праздники, такие, как мой муж. То есть изысканные, самые лучшие. И он такой, каким я видела своего зятя. Зять мечты. А какой подарок у вас был самый дорогой в жизни? Для меня очень важно, вот, вот все-таки цветы. Знаете, важно, когда ты просыпаешься утром, любой праздник, и тебя ожидает букет, привозит машина, букет, и он мне его вручает. Я только проснулась, он мне его вручает. Вот это внимание, обязательно подписанная открытка. Обязательно очень теплые слова. Он пишет, готовит эти открытки. То есть у меня они все хранятся. Ну, это вот, это самое важное, самое дорогое, внимание, внимание и забота. Сейчас мы поговорим о доме, о уюте. Вы, кстати, готовите кушать дома, или кто ли он готовит? Вот по поводу питания я бы не заостряла внимание, потому что, когда я уезжаю с дома в 9 утра и приезжаю в 8 вечера, я не знаю, чем он питается целый день. И он как-то вот... Кто-то его вручает, да? Вы так хорошо всегда выглядите. Ну, вот меня как женщина интересует, есть какой-то секрет диет? Ну, во-первых, всю жизнь, всю молодость я сидела на диетах. Я всегда была очень крупненькая, упитанная. С возрастом я приобрела нормальную форму. То есть сейчас я не сижу на диетах, но я себя, конечно, ограничиваю с сладостями и так далее. Я совсем не люблю мясо. Я его просто не ем. И, ну, может быть, это влияет. Но каждое утро обязательно зарядка, спорт. То есть это обязательно определенные упражнения. Ну, это резинка, это утяжелители, гантели. То есть все очень просто. Расскажите, мы все люди, у нас у всех какой-то стресс происходит в жизни. Как вы справляетесь? Играю на фортепиано. А вы не поете, когда играете? Нет. А муж не подпевает? Нет. А то вы в дуэт уходите. Он уходит. А просто с мужем посмотреть фильм или сходить в кинотеатр? Есть такое время вообще? Субботу-воскресенье мы можем уделить друг другу время. То есть мы смотрим телевизор, смотрим, убираем, наводим порядки во дворе, ведь мы живем в своем доме. И это тоже очень требует много времени. Я у педан чистоты. У меня это передалось от дедушки. У меня в гараже я сделала каждые отвертки, плоскогубцы имеют свой гвоздь. А если муж, не дай бог, возьмет и положит в другое место? Он кладет все на место. Дело в том, что так, наверное, мне посчастливилось, что муж такой же, такой же, как и я. У нас дома идеальная чистота. Я так думаю, у вас нет домашних животных, если вы любите так чистоту. Нет? Нет. Более того, у нас настолько идеальная чистота. Муж одевает черные носки, у него нет ни единой точечки на его носках, настолько у нас чисто. Какое есть у вас такое любимое место, куда вы можете уехать, или там уединиться, где вам комфортно, уютно побыть саму собой? У нас есть дача в Татьяновке. И мы уезжаем туда с семьей. Прекрасный воздух, вода. И мы там проводим время. Но недолго. А, ну, работа, да? Я так понимаю, что у вас работа занимает какую часть вашей жизни? Основную. Потому что она любимая работа. У меня прекрасный коллектив единомышленников, который действительно делает не только, не просто добро для людей. Мы живем, проживаем эту жизнь с людьми. То есть у нас реабилитация проходит месяц. И нет профессионального выгорания. Вот нет привыкания к беде. То есть каждый случай мы рассматриваем, мы стараемся максимально сделать жизнь человека комфортнее. Моя мечта, чтобы этот центр Донбасс, центр реабилитации, Министерство социальной политики стал самым лучшим. Чтобы он был похож на турецкий отель. Чтобы это были классные, комфортные комнаты. Чтобы это было, чтобы был бассейн. Были самые последние тренажеры. Чтобы это было, знаете, чтобы человек туда попадал и сразу же начинал собирать документы, чтобы вернуться. Фактически я этого достигла. Не я, а команда. Команда, которая действительно работает не ради зарплаты. У нас классная команда в депутатском корпусе. Я возглавляю фракцию. И все в основном же мужчины в фракции. И мне очень импонирует то, что все подобрались. Самые лучшие, мне кажется, депутаты. Вот настолько я нахожусь с ними. Общий язык был. Потому что вы видите только хорошее. Да, возможно. И еще сильная сторона, что я быстро прощаю людей. То есть если даже какие-то произошли непонимания, я могу очень быстро... Отпускаю ситуацию. Да, отпускаю ситуацию. Не думаю. Не злопамятно. Это тоже очень важно. Это тоже, я считаю, мне очень повезло. Если мы коснемся темы отдыха, Вы вообще часто бываете в отпуске? Раз в году две недели. Все. Да. Придел. Муж не против такого жесткого? Против. Где Вы любите отдыхать? Мы ездим в Одессу. В Сергеевке мы были. Очень тоже классный отдых. Классная вода. Понравилась. Мы были, к сожалению, в те непростые времена 2014 году, когда вывозили людей с инвалидностью. И мы проживали в лагере, в пионерском лагере. Это было человек 100. Мы вывезли людей и одновременно отдохнули. Это, конечно, тоже был отдых незабываемый. Классная вода, хорошая условия. А где бы мы хотели побывать? Где бы мы хотели побывать? Наверное, в Париже мне бы хотелось побывать. Это очень... Именно Эфилиев Баш, искать романтика, да? Романтика. 8 марта, цветы Эфилиев Баш. Ну, девочка, девочка. Все, на этой хорошей ноте и заканчиваем. Я принесла вам свою фирменную открыточку. Поздравления. Это вам книга, чтобы вы читали. Мудрости, советы. Так это чай. Счастливой семейной жизни. И здесь пожелания, тоже чай. Пожелания вам. Круто, спасибо. За ваши идеи. Эфилиев подарочек принимать. Сами聞ите. Спасибо. Спасибо. Эфилиев.